Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем тему фразовых глаголов. И у нас Advanced Phrasal Verbs in Use. 21 июня, 3-4 упражнение. Ссылка на предыдущие в описании видео. Итак, 3-е. Нужно переписать предложение. То, что подчеркнуто, я так понимаю, заменить фразовыми глаголами. Итак, первое. Когда тебе уже будут ненужные ножницы, сможешь ли ты передать их мне? Или можешь ли ты передать их мне? Значит, no longer need. Если мне не нужны ножницы, значит, я закончила их использовать, скажем так. Здесь у нас, скорее всего, будет finish up. Здесь не что попало надо ставить, а именно те фразовые глаголы, которые в 21-м юните указаны. Ссылка на этот список также в описании видео. When you finish... Здесь, наверное, будущее время будет, да. Поэтому finish with... Вот это всё. No longer need finish with the scissors. Закончить с ножницами, если дословно. Далее второе. They terminated the business in 2004 after a year of low sales. Они закрыли бизнес в 2004 году после года низких или малых продаж. Terminate. В принципе, terminate само по себе хорошее слово, но здесь у нас, скорее всего, будет сворачивать бизнес. Это wind up. И учитывая то, что здесь... Что у нас? Прошедшее... Да, у нас здесь прошедшее время. Поэтому здесь будет wound up. То есть свернуть. Далее третье. Кто, в общем, приделал ноги открывачке, она здесь была минуту назад. Итак, made the bottle opener vanish. Заставил открывашку куда-то пропасть. Значит, здесь, исходя, опять же, из контекста, по юниту, здесь, скорее всего, будет magic away. Очень логично. Magic, прошедшее время, away. Значит, по большому счёту, когда у нас появляется, допустим, up или away, мы можем такой фразовый глагол разрывать дополнениями, ежели они имеются. И здесь они имеются, поэтому здесь может быть так. Так, who has, здесь у нас perfect, очень логично. И далее вот здесь поставить magic, а далее bolden opener, и вместо вот этого vanish away, вот так можно сделать. А можно magic away the bottle opener. То есть away может быть и здесь сразу. Это уже по желанию пользователя, что кому больше нравится. В принципе, во втором тоже так можно было делать. То есть можно было сказать they wound up the business in 2004 after a year of low sales. А можно было сказать they wound the business up in 2004 и всё такое. Но wound business up in 2004 немножко неудобно, потому что получается нагромождение предлогов. Такого лучше избегать. И поэтому во втором варианте лучше не разрывать wound up дополнением. А в третьем варианте можно разрывать, здесь дальше ничего нет. Далее четвёртое. We've had some startbacks, but we'll continue undeterred. У нас были некоторые препятствия, но мы продолжим, как ни в чём не бывало. То есть будем продолжать не останавливаться. И здесь у нас целая куча может быть фразовых глаголов. Здесь скорее всего будет press on, естественно, потому что он просто есть в списке в 21-м юните. Но если абстрагироваться от списка, здесь может быть и get on, и go on, и keep on. Можно поставить, и всё это будет правильно. Далее пятое. I only reached page 12 of the book before I got bored and stopped reading it. Я дошла только до 12-й страницы в книге, до того, как мне стало скучно, и я бросила её читать. Итак, reach, здесь у нас будет очень такой глагол, который, ну, в принципе, даже фразовым его как-то не поворачивается язык назвать. Это got, здесь прошедшее время, просто поэтому got, got up to, кто бы мог подумать. Добраться, доползти, подняться до 12-й страницы. Далее двадцать первое, четыре. Здесь у нас игра слов начинается. Ну, посмотрим, что же у нас за игра слов. Итак, первое. Мистер Беллами решил свернуть свой часовой бизнес после 35 лет, ну, по-видимому, деятельности. Значит, здесь у нас игра слов будет с wind up. Wind up имеет два значения. Первое значение – это, собственно, сворачивать то, что у нас в предложении. Свернуть, закрыть, завершить и закончить. А второе значение wind up и up тоже желательно ставить – это заводить часы. Имеется в виду механические. А учитывая то, что у него clock making business, у него, по-видимому, бизнес, который связан с часами. Не факт, что с механическими, но точно с часами. И вот в этом игра слов. Едем дальше. Три новых овощных магазина возникли в центре города недавно. Нас интересует вот это – sprouted up. И sprouted up, ну, как сказать, да, он тоже имеет несколько значений. Он может быть с up, может быть без up. Но sprouted up, как у нас в юните, так это возникнуть. Причем достаточно так резко возникнуть, можно даже сказать неожиданно появиться. А второе значение sprout – это прорасти. Тоже вполне себе неожиданно, потому что, ну, растение раз и проросло где-нибудь, его не было, не было, и вдруг из земли чего-то там вылезло. Вся, весь цимизм в том, что эти значения перекликаются между собой. То есть, да, что-то в них общее все-таки есть. Ну, в общем, проросли внезапно в центре города три новых овощных магазина. Овощи торгуют овощами, овощи прорастают из земли. Ну, вот такая вот игра слов. Далее следующее. Even though the dry cleaners was not getting much business, the owners decided to resign. Даже несмотря на то, что химчистка, ну, в общем, не была таким уже очень мощным бизнесом, ее владельцы решили продолжать, ну, имеется в виду продолжать делать бизнес с этой химчисткой. Итак, у нас, по-видимому, press on здесь больше ничего все равно, другого нет. Да, наверное, press on. Ну, и press здесь может быть с on, а может быть без. И когда он press on, это у нас continue, по большому счету. А когда у нас он просто без on, может быть с on, конечно, но это по желанию пользователя. Это утюжить, гладить утюгом. Ну, а в химчистке, естественно, утюжат одежду. Поэтому вот такая вот игра слов. Окей, четвертое. A new trampoline factory has sprung up on the outskirts of the town. Новая фабрика трамплинов или батутов, поди его знаю, что имеется в виду, появилась, опять же, внезапно на окраине города. И здесь у нас вот это, нам интересно. Здесь present perfect стоит, но это не суть, важно. Spring up тоже имеет два значения. Я бы тоже написал отдельно с предлогом, отдельно без предлога. Если spring up, это опять же appear, то есть sprout up тоже самое. А второе значение spring это пружина. Ну, а в батуте есть пружины. Вот такая логика. Есть еще действие со словом spring, сжимается и разжимается, когда пружина. И spring это когда пружина подбрасывает что-то, подкидывает вверх, ну, собственно, как на батуте. Поэтому можно сказать, что пружина разжимается или что-нибудь в этом духе. Но я думаю, что базовое значение, базовая игра слов здесь, собственно, в самой пружине. Далее, пятое. The speedy wheels, или speedy hills, speedy hills, training shoe company has run out of money. Значит, компания по выпуску кроссовок спортивных, которые называются speedy hills, в общем, у нее иссякли деньги или кончились деньги. Короче говоря, у компании, выпускающей спортивную обувь, кончились деньги. И здесь у нас вот это, run out of money, точнее просто run out of. Ну и здесь не такая уж особо-то игра слов, потому что run out of, это иссякнуть. Причем надо понимать, что это не деньги иссякли, это у компании деньги иссякли. Здесь это важно. Обычно о ресурсах каких-то идет речь о деньгах, о еде, об энергии и так далее. А может быть, run out без зов. И тогда это выбегать куда-то, выбегать там на дорогу, выбегать из двора, из дому, еще откуда-то. Ну вот бегать, бегают в кроссовках, ну вроде такая вот игра слов. Ну, такое себе, конечно, но тем не менее, если очень сильно хотеть ее видеть здесь, то можно ее увидеть. Вот такие вот упражнения. Ничего, в принципе, выдающегося здесь нет. Нет, вот игра слов, пожалуй, интересная достаточно тема, особенно удачная, я считаю, было в первом и во втором. Все остальное, ну лично мне кажется, не очень-то, не особенно-то и игра слов там видна. Но тем не менее, ссылка на все мои художества и на все упражнения, которые здесь сделаны, будет в описании видео, равно как и ссылка на весь список фразовых глаголов из этого юнита, также в описании видео, и равно как ссылка на весь плейлист по этому учебнику, также в описании видео. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.